Это Лид Девопс, Сергей Купрюшин. Сергей Купрюшин. Всем привет. Собственно, я представляю компанию Surf. И сегодня я буду рассказывать про Юпитер Хаб для машин лернинга на Google Cloud платформе. Значит, в Surf я занимаюсь, я занимаю должность Лид Девопса. И в мои обязанности входит разворачивание и настройка систем Continuous Integration, автоматизации процессов и в том числе взаимодействие с серверными и облачными платформами. Значит, в данный момент мы разрабатываем крупные решения для ценообразования для одной из больших торговых сетей. Значит, данный алгоритм может просчитывать не только цену оптимальную для товаров, но также может рассчитывать довольно много вещей. Почти все, что вам нужно по товарам, можно рассчитать с помощью данного алгоритма. Компания Surf занимается мобильной разработкой. В последнее время мы углубились в машин лернинг, и мы хотим быть одними из первых в мире, кто занимается такими крупными вещами на профессиональном уровне. Сейчас мы входим в список 25 компаний, которые сертифицированы Google, сертифицированное агентство разработки мобильных приложений. Значит, собственно, почему пришла идея данной презентации? Было две причины. Во-первых, мы сами столкнулись с проблемами при разработке нашего решения. Первое, что было, это взаимодействие разработчиков. Несколько разработчиков работают над одним проектом, и работают они на своих локальных компьютерах. Мощность локальных компьютеров не позволяет очень быстро вычислять, рассчитывать большие объемы данных, и есть определенный конверт, когда один разработчик пишет один участок кода, рассчитывает данные, второй разработчик пишет вторую часть кода и рассчитывает уже готовые данные, которые пришли от первого разработчика. В данном контексте нам приходилось очень большой объем данных либо передавать какими-то сторонними способами, либо просто просчитывать на одной из машин эти все данные, что занимало довольно продолжительное время. Вторая причина, почему я сейчас здесь выступаю, это то, что в серфе часто проходят стажировки студенты, и на одной из последних стажировок, как раз по машинному обучению, мы увидели заинтересованность людей в том, что они хотят работать с большими данными, хотят работать с машинным обучением, но их компьютеры не позволяют им за адекватное время вычислять необходимые задачи. Значит, сейчас мы пробуем эти проблемы решить, и для начала разберем, почему, собственно, мы, я рассказываю про облачные платформы, почему нетрадиционные решения, когда покупается сервер, покупается несколько серверов для какой-то задачи, и это все настраивается. Во-первых, преимущество решения традиционного. Мы платим один раз. Мы покупаем железо, которое стоит у нас, мы имеем к нему доступ, мы можем его куда угодно разместить, и как угодно настроить. В целом, на этом такие основные плюсы заканчиваются, потому что данное решение, я считаю, уже устаревшим. Сейчас намного проще взять облачное решение, облачную платформу, и не задумываться о том, если у нас есть свое железо, нам его нужно где-то разместить в каком-то надежном месте, куда не будет ограничен доступ, где будет хорошая защита. Защита сетевая, где будут проведены необходимые коммуникации, охлаждение, то есть создана экосистема для того, чтобы данное железо работало корректно и выполняло свою задачу. Если мы используем облако, мы об этом ни о чем не думаем, мы просто покупаем необходимые сервисы, необходимую платформу, и по сути мы платим не за ресурс, мы платим за целую инфраструктуру, которая уже существует в данный момент. Значит, основные игроки на рынке сейчас облачной платформы – это Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Про Amazon, я думаю, все слышали. Это компания на слуху. Их отличительной особенностью является то, что они очень популярны, у них отличная документация. Их ориентированность в основном на веб-сервисы. Microsoft Azure. Вообще Microsoft проделали очень большую работу по созданию красивой, качественной обертки над LDAP, это Active Directory. Сейчас они предоставляют возможность использовать данный сервис, не разворачивая у себя, а использовать как облачное решение, как облачный сервис. Microsoft больше подходит для чего? Если вы работаете с всеми продуктами линейки Visual Studio, SQL Server, который предоставляют они, у них отличная интеграция с данными решениями. И Google Cloud. Значит, мы остановились на Google Cloud Platform, потому что мы очень любим Google. Мы сравнивали данное решение с названными поставщиками услуг и пришли к выводу. Кстати, если кого интересует, кто уже знаком с сервисами AWS или Microsoft Azure, можно посмотреть, как сервисы этих вендоров сопоставляются с платформой Google Cloud. Это поможет вам разобраться и быстрее вникнуть в какие продукты для чего созданы в Google Cloud. Значит, Google Cloud. Во-первых, это надежность. Как часто вы видели, чтобы Google не загрузился? На моей практике этого не было ни разу. Чаще мы видим такую картинку. Значит, Google использует самые новые, самые надежные сервера. У них самая крупная инфраструктура в мире. Все их дата-центры оборудованы новейшими, новейшими оборудованием по отказоустойчивости. Они соответствуют многим требованиям, многим стандартам. И все оборудование, которое приходит в дата-центры Google, оно, во-первых, тщательно проверяется, а во-вторых, оно все брендировано в Google. Значит, стандарты безопасности. Google, один из самых высоких приоритетов Google, это безопасность их пользователей. Этому подтверждение многочисленные сертификаты и внешние аудиторские проверки, которые регулярно проводятся сторонними компаниями. Вот часть из них. Если вдруг кто сомневается в том, что Google не такой безопасный, есть ссылочка, где Google предлагает за вознаграждение найти, поискать уязвимости в их платформах. Значит, доступность сервисов Google Cloud. У Google большая сетка дата-центров, расположенных по всему миру. Мы видим фиолетовые. Это то, где сейчас расположены, и количество дата-центров. Синие отметки — это то, где в ближайшем будущем появятся новые дата-центры. Если при разработке приложения мы можем минимизировать задержки поставки контента конечному пользователю, мы должны это делать, и это просто замечательно, что можно разнести отдельные части приложения в разные части мира. У Google есть своя огромнейшая оптическая мэш-сеть. Есть точки присутствия в 33 странах и более 110 точек по всему миру. То есть связанность между дата-центрами очень быстро и не зависит от сторонних компаний. То есть Google сам разворачивал эту инфраструктуру, и вы можете этим всем воспользоваться. Google уделяет очень много внимания защите окружающей среды. Все их дата-центры по сравнению с аналогами потребляют в два раза меньше электроэнергии. Достигается это за счет использования возобновляемых источников электроэнергии. Вот одна из солнечных ферм Google. И мы в серфе также считаем, что если мы можем принести пользу, если мы можем сделать мир лучше, мы обязаны это сделать. Немаловажным фактором является и ценовая политика. Если брать решения от других вендоров, других поставщиков услуг, то цены Google будут примерно на 27% ниже, чем у них. Также у Google есть очень гибкая ценовая политика, которая позволяет использовать их ресурсы постоянно и платить при этом меньше. То есть чем больше вы используете, тем меньше вы платите в конечном итоге. Есть скидки, есть специальная программа, когда вы подписываете контракт и при этом платите на 50% меньше стоимости, чем обычно. В общем, исходя из этих всех плюсов, мы считаем, что Google – это платформа, это облачные сервисы завтрашнего дня. Возможности Google Cloud очень большие. Здесь объединяются всякие сервисы по вычислениям. То есть можно развернуть свои виртуальные машины, можно развернуть свой кластер контейнеров. Это все представлено в разделе Compute. Дальше. Раздел Networking. Объединяет инструменты, которые позволяют настраивать межсетевое взаимодействие компонентов, настраивать сетевую инфраструктуру. Ну и, в принципе, здесь также присутствует и Load Balancer. Подробно не буду рассказывать о каждом из них, потому что для этого надо делать отдельный доклад. и Storage and Databases. Здесь расположено все, что связано с хранением информации. Бэкапы, постоянные хранилища, хранилища данных. Все здесь есть. Безопасность. Объединяет функции по предоставлению безопасного доступа к сервисам и позволяет вам избежать неаутентифицированного доступа к вашим данным, к вашей платформе. Бигдата и машин лернинг. Google, изначально Google Cloud, делал огромный упор на эти два раздела. Стоит только заметить, TensorFlow, который является разработкой Google, он попал в открытый доступ. его передали в открытый доступ. Есть множество всяких решений. То есть вы можете по-всякому сочетать данные компоненты и использовать их в ваших целях. Но и это еще не все. Есть еще Management Tools и Developer Tools. Management Tools всякие мониторинги и возможности удобного управления сервисами Google Cloud. Developer Tools. Здесь вы можете интегрировать Google Cloud SDK в различные девелоперские инструменты, будь то Android Studio, Eclipse или Visual Studio. Значит, мы подошли к практической части. Сейчас я покажу, как настроить машину для разработчиков. Для начала что нам нужно? Чтобы использовать Google Cloud, вам достаточно иметь аккаунт Google и кредитную или любую пластиковую карту. Google при регистрации дает вам Телл-доступ с дебетом в 300 долларов, который вы можете использовать по своему усмотрению на любые инструменты практически без ограничений и сроком на год. также есть Free Tire, который навсегда бесплатен. Это минимальные конфигурации их сервисов, которые вы можете использовать абсолютно бесплатно и это навсегда. да. Да. А там нет такого, что ты видишь, что ты вырубаешь, тебя вырубаешь. Нет. Такого нет. Есть специальный тип инстансов Google Compute Engine, специальный тип инстансов Printable называется. Он создан для кратковременных вычислений и значительно с значительно меньшей стоимостью. При создании инстанса нам нужно указать название, выбрать регион, зону. Да. Я рассказываю, как сделать Compute Engine, на котором мы будем разворачивать Jupiter Hub и посмотрим, как он работает с вычислениями. По сути, это виртуалка в облаке. Да. Это просто виртуалка в облаке, которая довольно мощная и которая позволяет выполнять вычисления довольно быстро. Выбираем зону. зона. как я показывал ранее, в доступности это местоположение сервера, местоположение дата-центра. Выбираем Европу, потому что она ближе всего к нам. Дальше нам нужно определиться, сколько ядер будет у виртуальной машины. При переходе на платный аккаунт нам доступно будет до 64 ядер. Это довольно много, довольно производительный сервер получается. Тип загрузочного диска и какая операционная система в нем будет установлена. Я здесь выбрал Ubuntu 1610 и 10 гигабайт SSD накопитель. Данный накопитель удалится при удалении машины, поэтому нам нужен также еще дополнительный диск, где мы будем хранить постоянные данные. Здесь есть настройки фарвола. Мы сразу же разрешим доступ HTTP и HTTPS трафика. и также из интересного есть теги. По тегам можно объединить несколько виртуальных машин в какую-то группу, делать правила в фарволе и прописывать данные значения по тегам. в принципе это все, что нам нужно сейчас для создания виртуальной машины. Она у нас уже создана. Чтобы создать доступ в доступ внутрь машины мы можем воспользоваться несколькими инструментами. Google Cloud SDK который можно поставить на любую операционную систему. То есть под Linux, под macOS, под Windows есть. Можно воспользоваться сторонним сервисом, сторонним SSH клиентом. Можно подключиться напрямую из Google Cloud Shell. Вот. и также можно подключиться напрямую из браузера. Она у меня уже открыта, запущена данная машина. для начала мы разрабатываем наше решение на основе с использованием языка Python 3.6 и фреймворков TensorFlow Keras. Поэтому решения, которые предоставляет Google, они все поддерживают только Python версии 2.7. 2.7 уже я считаю немного устарел. Да. И надо переходить на что-то более современное. P6 является самой новой версией и поэтому мы начали активно использовать его. Значит по умолчанию он не установлен. Давайте его установим. Нет. В Ubuntu он по умолчанию установлены Python версии 2.7 и Python 3.5. Ну вот пожалуйста все для вас вот установлен бетон 2.7 и да это Cooler Ubuntu но с небольшой подготовкой с моей стороны потому что некая вещь не входит в формат данного декода. Значит есть у нас Python 2.7 есть Python 3.5 начиная с Ubuntu 16.10 Python 3.6 включен в стандартные репозитории и можно напрямую оттуда установить. Далее в да тут как можно создавать машину в Google Cloud можно также несколькими способами либо через REST API либо через SDK либо через консоль и последнее это Cloud Shell то есть любой удобный вам способ здесь вот команда которой вы создадите такую же машину как я сейчас использую предреквизиты для Юпитер Хаба Юпитер Хаб требует Python версии 3.3 или выше Юпитер Хаб Юпитер Хаб это веб приложение для разработки Юпитер проект Юпитер проект Юпитер это открытое программное обеспечение которое позволяет разработчикам на многих языках непосредственно в браузере интерпретировать их код это вот такой интерпретатор в виде тетрадок когда мы пишем код и тут же его сразу выполняем и получаем результат который нам нужен очень удобная штука для разработки и Юпитер Хаб это настройка которая позволяет нескольким разработчикам иметь собственные воркспейсы для работы то есть можно разнести Юпитер Хаб он модульный можно вынести отдельно ядро где будет выполняться наш код и отдельно веб часть где мы будем писать этот код то есть в принципе инструменты Google Data Lab если их устанавливать они поднимают тоже виртуальный инстанс и выносят kernel в них то есть мы получаем мощную машину которая будет очень быстро просчитывать наши вычисления при этом работать с минимальными задержками так как веб интерфейс открыт на нашей машине на нашем устройстве ну и хранится весь результат тоже будет у нас давай но когда работаешь в команде когда выстанет в интернете то это неудобно и поэтому есть настройки который называется истерфар который позволяет групповой работать над следующим проектом и групповой работать с и и рассказывает как поднять на Google Cloud и на одной одной статье и простая можно делать я сейчас подготовил предреквизиты для установки юпитер хаба юпитер хаб ставится из пакетов с помощью установщика пип сейчас мы его поставим это мы поставили сейчас пип пип нет по умолчанию нет напечатался сейчас так мы поставили последнюю версию пип теперь можем поставить установить уже юпитер хаб прям вот так вот просто и все он в принципе уже готов для запуска пип Продолжение следует... Секунду. Что-то с Node.js не запущено в проксе. Да-да-да-да-да. Нет, по проксе не запущено. Что за прокси? Юпитер Хаб работает через Node.js прокси. И Юпитер Хаб требует рут пользователя для запуска. Да-да-да. Я уже подготовил домен. Значит, вот Юпитер Хаб у нас запущен на нашей машинке. Мы можем войти с нашим логином и паролем, по умолчанию используется логин и пароль в системные машины, на которые мы развачиваем данное окружение. Что-то пошло не так. Сейчас мы попробуем эту проблему решить. Сейчас мы попробуем эту проблему решить. Запускаем еще раз. Ну вот. Все нормально. И сейчас мы видим, что у нас доступно из ядер только Python 3. Но иногда, если мы используем Юпитер Хаб для других языков, нам нужно устанавливать другие ядер, другие kernel. Там довольно внушительный список. Это интерпретируемые языки, то есть Ruby, R, Julia, Scala. Очень JavaScript, по-моему, есть. Можем посмотреть в документации, какие языки он поддерживает. Давайте это попозже сделаем. Сейчас мы настроим еще одно ЭЛГО. Поставим для Python 2 модуль. Модуль и запустим. И запустим на нем кадрочку. Запускаем снова BitHub. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Также в Юпитер хабе по умолчанию рекомендуют использовать SSL-сертификаты для защищенного подключения. То есть мы должны сгенерировать, у нас должен быть свой домен, свой адрес, и мы должны сгенерировать сертификаты для подключения к Юпитеру. У меня уже... Нет, не обязательно, но рекомендуется, если мы используем это для учебных целей, можно их не ставить. Если мы используем в продакшене данную установку, то желательно установить, поскольку это позволит нам защитить наше подключение и подключение разработчиков, и наши данные, которые передаются к серверу. Да, ну давайте сейчас тогда поставим... Ну, надо поставить еще TensorFlow, Keras. У меня есть пример кода, который будет рассчитываться и выполняться на нашей установке. Мы ощущаем магию. Магия. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы просчитали и получили данный вывод, что у нас что-то... Что-то случилось... Я не разработчик на Python, поэтому... Это то, что у нас... То, что мне дали... Какой код дали мне разработчики... Ну, значит... Ну, значит... Значит... Решение от Google, которое они предоставляют, которое мы также рассматривали... Это Cloud Data Lab... Позволяет запустить связку инструментов для работы с платформой Google, с BigQuery, с Machine Learning Engine... И... Также содержит в себе Jupiter Hub... Также есть еще один ресурс... Это использование... Это использование TensorFlow... В классах с Jupiter Hub... Ну, это обучающий был... Класс для чего это использовалось... Использовалась настройка для того, чтобы много пользователей могли работать с Jupiter Hub... И не создавать друг друга никаких проблем... Поднимается кластер контейнеров... И... На каждом запускается свой backend с Jupiter и TensorFlow... И каждый пользователь, который подключается к Jupiter Hub, запускает свои задачи на своей отдельной машине... Вот здесь также указано, как это все установить... Но также ограничение это то, что в их стандартной поставке используется Python 2.7... Значит... В целом мы под... Потому что здесь Python 2.7... И вот решение с кластером нам не подходит, потому что нам нужно решение, которое будет просчитывать данные в одном месте... У нас и так уже есть распределенные вычисления на локальных машинах у разработчиков... И... Нам нужно было одно единое место, где мы смогли бы просчитывать этот код... В принципе, это все, что я хотел рассказать. Какие, может быть, вопросы? А за эти 300 долларов, какие ограничения? Значит, ограничения в Compute Engine это до 8 ядер виртуальных... По остальным продуктам можно почитать все в документации... Но... Ограничений намного меньше, чем при использовании бесплатного тайра... Триал тайра у AWS. То есть в целом мы можем более полноценно начать работу с Google Cloud, используя триал доступ. Пример, который показывал вам рабочий машин полезно? Нет. Просто на обычной какой-нибудь машинке он выполнялся бы больше нескольких минут. Здесь мы увидели, что он выполняется в течение порядка 10-15 секунд. То есть мы можем применять это для каких-то научных работ. Если ты студент и пишешь какой-нибудь доклад по machine learning, мы можем просчитывать таким образом данные. Потом мы запустили машину, просчитали данные, выключили машину и с нас уже не списываются деньги. То есть за созданный инстанс, который не работает, не использует ресурсы, деньги Google не берет. Оплата по времени. Оплата по времени. У них внутренняя инновационная система. А цен, то есть мы платим за использование поминутно. Начиная с первых 10 минут, дальше идет оплата поминутно. После работы мы включаем его. Да. Да, мы используем решение, настроенное уже в продакшене. и мы наладили, скажем так, наш конвертор для разработки системы, о которой я рассказывал, для машинного обучения. А как это значит? Значит, эти данные, ну да, они уходят в облако, но, скажем так, у нас не было такой договоренности о том, что мы не можем использовать облака, облачные вычисления. То есть, у кого я не знаю? Они знают, что мы используем. Вот. И не было никаких претензий к тому, что данные могут каким-то образом попрятаться. То есть, в целом, Google Cloud — это надежное хранилище для данных. Понятно, у вас тяжело, наверное, сказать, что у вас есть проект, например, единственный свойственник или что-то такое. Ваши данные задержаны? Для этого случая есть вычисления, которые выполняются. То есть, данные хранятся у вас на компьютере, но вычисления выполняются на удаленной машине, и там они не сохраняются. Если мы идем с фортистом, то все равно на наш столик, или на наших встречах, мы где-то обладаем, что в каждом году это будет написать. Ну, конечно, это у нас. Я думаю, что здесь, наверное, четверо, вот, я думаю, если мы соединены с техническими персональной данными, то есть, когда мы можем сделать металлические данные, то есть металлические данные. Как вы сейчас пишете? А вам кажется, что если использовать для этих работ, то есть у других пользователей, сетей его, и в каждом аналипсисе, соответственно, социализируются, вы не знаете, что именно на манте сеполкового. И одинаковый день из всего продажа. День из всех остальных, и настрой. Да, еще вопрос. Мы можем создать сколько угодно учетных записей. Есть аутентификаторы, которые позволяют подключаться по учетным записям гитхаба, например, используя ОАУС. Есть коннекторы к Google, GitHub, какие-то еще. И можно создать сколько угодно учетных записей, и пользователи будут заходить и получать доступ. Для масштабируемости вычислений можно посмотреть пример Google Data Lab, который разворачивается на кластке из контейнеров, где поднимается kernel для каждого пользователя, поднимается свой kernel для вычислений. То есть в целом при таком варианте использования каждый пользователь не влияет на работу инстанса другого пользователя. Он получает свое растяжение полностью всю машину. Еще вопросы? И ее тоже, в том числе. Нет, FreeBSD мы не используем. В основном это Debian и производные. С контрольной версией есть ангид, который также ставится на виртуальную машину и позволяет управлять в веб-интерфейсе по репозиториям. То есть мы видим полный граф коммитов, и можно напрямую из веб-интерфейса... Это не от Google сервис, это дополнительный сервис, дополнительная такая настройка. Она интегрирована уже в Data Lab. То есть в Data Lab, когда мы ставим настройку Data Lab, мы получаем рабочее окружение с Python 2, этот ангид, установленный, интегрированный в систему, и все коннекторы к сервисам для машин-лёрвинга и BigQuery. Да, да.